Это машина Аркадия Борисовича, владелец канала. Мы потом с ним не рассчитаемся, будем до конца жизни сниматься. А 40-градусные истории мы будем в следующем на то, да. Ну что, может показать, как это работает? Конечно, Сергей Николаевич. Ну, пойдемте на улицу. Красивый рассказ, образцовый показ и бесконечные повторения. Переходим от теории к практике. Я просто покажу технику, как это делать. Ну, опять же, техника, так сказать, она нивелируется или оттачивается практикой и повторением. Поэтому теорию я вам рассказал. Сейчас я вам покажу практику, но тренироваться и пробовать будете сами. Я беру не очень хороший инструмент, поскольку он люфтит. Ну, у меня опыта хватит им воспользоваться. То есть, достаточно взять удлинитель побольше какой-то в качестве трубы, купить, обрезать, ее отполировать, изолентой, резиновой ручкой одеть, чтобы было красиво. Я просто, ну, показываю то, что есть под рукой, чем можно воспользоваться. То есть, в принципе, можно выйти из положения в любой ситуации. Смотрите. Это рычаг. Еще древние египетские архитекторы и инженеры сказали, что рычаг нам может позволить немножко больше, чем мы умеем. Мой ассистент и мастер Алексей отошел, принимает деньги от клиента. Это приятно. Вот, соответственно, что я делаю? Я накидываю на тот болт или на тот секретный болт или на ту гайку. Сто процентно убедился, что он сидит плотно, не проворачивается, не играет ни вправо, ни влево. Угол точный. Я его буду контролировать рукой. То есть, вот отсюда прижимая, не буду давать уходить углу. То есть, угол я не дам сдвинуть. Я дам очень мощную натяжку. Очень мощную натяжку. Но здесь все хорошо с болтами. В данном случае. Просто я вам показываю технику. Я даю натяжку. Алексей здесь рядышком. Он стоит сбоку, чтобы было видно Аркадию Борисовичу. И бьет в торец. После того, как он бьет. Не по диску, Леша. Это машина Аркадия Борисовича, владелец канала. Мы потом с ним не рассчитаемся. Будем до конца жизни сниматься. В его роликах. Мы сейчас в Японии его все покажем. Увидите, да, ребята? Я вот, мне достаточно аннулики. Я вот сейчас держу. Натяг даю. В момент удара. Я чуть сдвину. В момент удара я дерну. Давай, Леша. Ну, бей! Еще. Все. Ну, Алексей не очень синхронизировано. Но он бить должен сильнее, резче. Я в этот момент должен дергать. Все нормально происходит. Откручивается любой болт. Зализанный, не зализанный. Закипевший, не закипевший. Ну, у нас не было еще то, что мы не могли открутить. Вот, ребята, я очень рад, если вам это как-то пригодится. Еще момент. Начал говорить про зеленые колпачки. Это означает, что там азот. То, что азот там, это ни о чем не говорит. Многие говорят, это шляпа. Аркадий Боевич, дайте пройти. Мы клиенту колесо отдадим. Это может о чем-то говорить. Можно вести споры. Говорить все, что угодно. Много уже было всего сказано. Но самое главное, что я вот по себе, когда у меня обстоял азот, генерирующая азот установка, китайская, она регулируется. То есть у нас в азоте, в воздухе и так состоит 94-5% азота. А азотная установка позволяет генерировать 98-97% азота в воздухе. Здесь он и так есть. Соответственно, самое ценное его свойство, которое я понял, методом научного эксперимента, он не греется так сильно, как обычный воздух, в котором меньшее количество азота. То есть температура была окружающего воздуха 36 градусов, я ехал со скоростью 130 км в час, колеса примерно нагрелись на 70-65 градусов, а на каждые 10 атмосферных градусов, на каждые 10 атмосферных градусов, вверх или вниз, давление в колесе от номинала, допустим, было 2, стало на улице плюс 20, а вы накачали, при плюс 20 он будет так же 2,02 очка или 2 атмосферы. Но если на улице станет 0, упадет на 20, то в колесе давление упадет на 0,2 атмосферы, соответственно, там будет 1,8. И наоборот, если, блин, температура поднимется в разогретом колесе на скорости до 60 градусов, но разогреется на 0, то есть давление увеличится на 0,6 градусов. То есть у вас было 2, будет 2,6. Я ехал по трассе. На 0,6 атмосфер увеличится. На 0,6 атмосфер. Было 2, ставит 2,6. Да, да. Вы сказали 0,6 градусов, поэтому я... 0,6 градусов? Да, подправляемся. На 40 градусов, я хотел сказать. Это... Оговорочка по Фрейду. Я говорил, мы алкоголики, мы не солевики, я предупреждал. Да. А 40-градусные истории мы говорим в следующем. В следующем раз. Так вот. Я взял, у меня был электронный, измеритель давления в шина. Компания Nokia, Vianor мне подарила. Я остановился. 136 было на улице, ехал я в 130, заехал на заправку. И просто взял, открутил колпачок и померил. Я был на азоте. Я был на азоте. То есть я закачал азот у себя же в мастерской со своего аппарата, который честно генерировал 98-97%. Иногда бывает, разбавляют люди. Иногда просто делают вид, что я знаю. То есть там он не справляется, потому что 4 колеса сложно. Нужен ресидер, чтобы его наполнить. И надуть 4 колеса, на это нужно время. Поэтому люди не успевают генерировать и качают. Но это уже отдельная история. Это вернемся к разговору, там, где вы доверяете. Не надо экспериментировать со своим здоровьем. Так вот, у меня давление было 2,3, а стало 2,6. То есть оно увеличилось. Казалось бы, не до 3 атмосфер, как должно было быть, на 0,6 и 3,1, а всего на 3. То есть я понял, что на азоте при разогревании колеса действительно давление не так расширяется внутри воздух. Не такое расширение происходит сильно, и не так увеличивается давление при разогреве колеса. Это правда. И то же самое в обратную сторону при прохолодании зимой. Не так сильно. Это раз. И второе, мне показалось субъективно, что машина стала мягче проходить вот в стыке. То есть не гулка громко, бум, а вот мягко, когда проглатываешь, бум, вот так. Это может быть было, не знаю, может субъективно, мне так показалось. Ну вот, что я могу сказать про азот. Но мы им не качаем. То есть он у меня стоял много лет, мы предлагали там за 100 рублей колесо накачать азотом, 400 рублей на круг, плюс к 3000 переобувки средней. Все отказывались. А редко кто соглашался, в основном те, кто любили погонять, молодые люди, вот они пробовали, экспериментировали, вот и все. Поэтому азот у нас не прижился. Но это отдельная история, то есть накачка шин, даже сейчас разговаривать не будем, это будет отдельная тема, монтаж-демонтаж. Вот этому можно будет посвятить целый выпуск. Ждем комментарии, вопросы, предложения, может чего-то не знаем, поделимся, расскажем людям, поможем, поможем себе не накосячить и не попасть. В пользу случаем хотим поблагодарить подписчиков, уважаемых зрителей нашего канала, за внимание к тому, что мы делаем, к нашей работе, к тем знаниям, опытам и умениям, которыми делится с вами мой друг Сергей Николаевич. Читаем внимательно ваши комментарии, кому-то отвечаем, с кем-то готовы поспорить, кому-то сказать спасибо. Обязательно ждем от вас каких-то конструктивных предложений, ваших мнений, ваших лайфхаков. Будем обмениваться опытом, приглашаем в сотрудничество, ждем на наших экранах, на нашем канале, каких-то других авторов, тех, кто на взрывном опыте познал достаточно интересные знания. Цель у нас благая, цель у вас одна, сделать шамонтажные услуги, сделать, в принципе, шамонтажный мир более открытым для клиентов, более качественным по предоставляемым услугам и по количеству, и по качеству предоставляемых услуг. Все это ради того, чтобы наши автолюбители чувствовали себя уверены в завтрашнем дне, ну а на дорогах был порядок и безопасность. В принципе, вот, значит, опять цель. Просто то, что я в жизни сам научился, все то, для чего я сам допер, и то, что меня научили мои учителя, кто в ней были, я просто это пытаюсь, все, что я впитал, передать сейчас, поделить со знаниями, со всеми, я знаю со всеми, теми, кто так же болеет и любит вот это искусство, что нам антажное, оно на самом деле толстое, оно в то же время очень сложно, его не надо усложнять, оно работает, не надо упрощать, то есть, это очень, как у сапера, я говорю, работал в шинчика, как у сапера, одно неверное движение, это и по баллу, возможно, наличная заплата, просто диски есть по 100 тысяч, колесо 100 тысяч, это типа, он же собирает, вон у нас лежат, такие, поэтому, конечно, опыт он очень ценен, взять его негде, конкретно, я без обид, то есть, то, что я делаю, я не показываю, как я это конкретно делаю, потому что это уже немножко другая история, я говорю, что это можно делать, и какие инструменты не предмет, не факт, что это получится, то есть, увидеть и сделать, это разные вещи, понять, поэтому пробуйте, будет что-то непонятно, обращайтесь, будем подсказывать, но если глаза блаятся, ныки делают, то все возможно, поэтому спасибо, что вы нас смотрите, на все комментарии, я кому ответил замечание, мы все приняли, там на шипмате, я больше не матерюсь, мы его запекали, только шиномонтажниками буду выражаться, потому что, ну, мы общаемся, иногда на таком языке, нам проще, и, соответственно, будет больше обучающих видео, потому что, на самом деле, какой-то был, ну, и понятный такой хаос, вопрос-ответ, у меня он говорит много информации, я практически могу целыми неделями, про все это рассказывать, бесконечно, будем структурировать, да, надо структурировать, сейчас будет какой-то список, будет разбито, на каждую операцию, и каждой операции, будет посвящено определенный выпуск, если кому-то интересным, то это будут еще, выпуски, выпуски, будет расшивка, там, каких-то нюансов, по операции, отдельно, монтаж, демонтаж, снять, поставить, балансировка, прокатка, там, масса, масса, всяких интересных, возможностей, секретов, Ростова, к слову, ну, можно и так сказать, в общем, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас, и ждем вас, на экранах, наших кинотеатров, главный сезон, бухайками, это наш, до свидания, до новых встреч, счастливо, ребята, до новых встреч. j Продолжение следует...